Взять на охрану. Такой приказ получают сотрудники специализированного подразделения полиции, отдела вневедомственной охраны, когда заступают на дежурство. Щелковский отдел насчитывает 200 сотрудников, которые ежедневно берут под свою защиту более тысячи объектов государственного назначения, коммерческих организаций и предприятий и более трех тысяч мест проживания и хранения имущества граждан, домов и квартир. В минувшую пятницу, 29 октября, сотрудники этой службы отпраздновали день ее создания. 69 лет назад вневедомственная охрана была учреждена постановлением правительства. Мы относимся к структуре полиции. Носим погоны, люди у нас обучаются прежде, чем мы им дадим звание. Проходят первоначальную подготовку, проходят специальные подготовки, все это проходит. И потом они уже в структуре здесь занимаются, свои должностные места. Кто-то у нас идет на пост охраны, охрана объектов, которые подлежат обязательно охране, особой важности, по большей опасности. Кто-то у нас идет группа задержаний, которая реагирует постоянно на те самые сообщения о тревогах. С января этого года по настоящее время сотрудниками Щелковского отдела вневедомственной охраны на постах и маршрутах патрулирования выявлено более 200 правонарушений, связанных с посягательствами на имущество граждан и юридических лиц. Кроме охраны собственности, постовые и патрульных нарядов всегда приходят на помощь всем, кто оказался в беде. Вот сегодня информация про попавшего ребенка была. Такая же информация была буквально где-то месяц на два с половиной, как раз дачный период был в самом разгаре, на поселке Загорянский. Также приехали москвичи, ребенок пропал, дали интировку. Ребята курсировали по маршруту, нашли ребенка. Ребенка даже не прошло и часов пяти-шести. Чтобы реагировать на сигнал тревоги предельно быстро, в отделе действует централизованная система наблюдения. В считанные минуты на место происшествия выезжают патрульные наряды, которые могут при необходимости задержать нарушителя по горячим следам. Сотрудники вневедомственной охраны действуют четко, решительно. С каждым годом в округе увеличивается количество кнопок тревожной сигнализации. Приведу пример. Бабушка и ее родственники установили кнопку в доме. Ей стало плохо, она потеряла учредительное сознание. Нажала кнопку, группа приехала с ключами, открыла квартиру. Какое-никакое время, у бабушки инсульт, скорая. Бабушка сказала спасибо, все хорошо у нее. В праздничный для вневедомственной охраны день ее сотрудникам, отличившимся в службе, вручили почетные грамоты и благодарственные письма. В честь праздника пожелать только сотрудникам всем долгих лет, как говорится, благополучия, легкой службы. И чтобы дома был порядок, здоровье. Когда тылы у нас живы, здоровы и в порядке, и нам легче службу нести. Даже в такой праздничный день дежурство у сотрудников вневедомственной охраны не прекращается. И днем, и ночью выезжают наряды на патрулирование. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.